Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Трилец, 22 ноября-21 декабря. В этот период проявите заботы о бедрах в венозной системе кровообращения. 22 ноября, день Матроны, назван в честь преподобной Матроны Царьградской. В юности она вышла замуж по велению семьи. Часто посещала храм, где проводила много времени в молитве и общении с благочестивыми людьми. Стала подражать им, смиряла плоть постом и воздержанием. Приняла решение отправиться в мужской монастырь, чтобы супруг не смог найти ее. Переделась в мужское платье, остригла волосы и отправилась в мужской монастырь, представившись Евнухом Вавилой. Народи говорили, что с этого дня зима вступает в свои права. Также была распространена вера в то, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах и для этого призывает помощники холодные ветры. По этой причине сегодня частенько наблюдалась ветреная погода. В этот день следует делать подаяние бедным и нищим, одаривая их ненужной одеждой и предметами обихода. Для этого хозяйки проверяли сундуки и лишние вещи раздавали. Сегодня пересматривали теплую одежду, чтобы понять, стоит ли ее носить зимой. Именно поэтому Матронин день подходил для того, чтобы расстаться со старыми вещами. В народе старая вещь считалась такая, которая не использовалась более трех лет. Сегодня заговаривали траву дербенника, иванчая, плакон ивы и некоторые другие, чтобы в ней появилась чудодейственная сила. С помощью этой силы можно было обращаться к силам природы и искать клады. Приметы. Если утром ини виден, год будет урожайным для овса. Сегодня дождь пошел к урожаю пшеницы. Ини покрыл деревья к сильным морозам. Туман к оттепели в ближайшие дни. Утки до сих пор в водоемах плавают и не улетают. Тепло сохранится еще долгое время. Гуси вышли на лед к потеплению. Погода на Матроны говорит о погоде в мае. Не стоит сегодня отдавать кому-либо старую, но не постиранную вещь. Вместе с ней можно свою долю, то есть счастье, в чужие руки отдать. Поэтому надо обязательно постирать вещь, чтобы на ней ничего не осталось вашего. Если сон приснится на Матрону, то он сбудется на следующий день к полдню. Послушайте, как уж он красивый. Давайте ему название дадим. Что-то вот сейчас придумается. Придумается. Пока Танюша придумывает название этому блюду, я решил сделать следующее блюдо целебное, которое бы, с помощью которого мы могли бы съесть эту ботву. Съесть эту ботву, как говорится, я не козел, что я буду там жевать капусту, не могу. Но я сейчас постараюсь сделать такое блюдо, чтобы вот это все мы с вами съели. Итак, свеклу мы оставляем. Свеклу все знают, как есть. А это берем. Итак, у нас получается ботва. Смотрите, сколько у нас еще зелени осталось от приготовления салата, который мы с вами выбрасываем. Просто-напросто выбрасываем. Ничего подобного. Даже вот эти вот толстые стебельки можно использовать, потому что в них, чем он грубее, тем больше минеральных веществ. Смотрите. Используем. Так, это все мы также с вами используем. Опа! Так, может быть, а капусту туда нужно? Капусту можно и капусту взять. Можно, значит, у нас укропчик обязательно взять. Смотрите, что это у нас такое? Зелень, креп салат азербайджанский. Зелень, креп салата. Мы забираем и вот это вот. О, это нерадка. Стрелить-стрелить мяты, но мяты много нам не надо. А базилик берем? Базилик можно взять. К сожалению, мяты много слишком не надо. Хорошо. Ну, возьмем, потому что она может все нам перебить. Так, это мы с вами взяли. А вот огурчик один остался. Ну, возьмем огурчик. Смотрите, какая красота. Я догадываюсь, что дальше будет. Теперь смотрите, у нас еще есть дяблочки. У нас остался еще перчик зелененький. И даже морковка. И мы с вами сделаем особый микс. Овощной. Который будет очень и очень полезен для нашего организма. Главное это все съесть. И для того, чтобы все это съесть, мы с вами, конечно, воспользуемся нашим чудо-блендером. Он должен все это измельчить и смешать в однородную массу. В качестве основы, в которой мы все это будем использовать, я думаю взять кисломолочку. Можно, да, кефир. Можно ряженку, можно кефир. Так, все это мы измельчаем. Да, вот это будет очень вкусно. Ну, посмотрим. Главное же, что все будет сыроедческое, все будет сырое, без термической обработки. Посмотрите, яблочко железо пошло, сколько зелени, сколько листовой этой радости, сколько ботвы, структурированной воды. Морковка. Но эту радость еще надо съесть. Поэтому это не такое простое дело. Итак, мы с вами начинаем все это готовить, колдовать. Дело это крайне непростое. Здесь очень важно еще все это перемолоть. Опа! Еще есть йогурт. Хорошо-хорошо возьмем. Потому что если слишком много мы сейчас все это сюда в блендер положим, он просто-напросто не сможет все это проверки. И мотор. Провертел. Хорошо. Теперь потихонечку мы будем добавлять морковочку. Можно прямо вот сюда? Добавим морковочку. Провертили. Так. Теперь мы с вами добавляем сюда ботву. Добавили. Итак. Ботву свеклы. Болгарский перец. Ботву свеклы. Ботву свеклы. Ботву свеклы. Ботву свеклы. Огурчик. Не выбрасывают же. Ботву свеклы. Капусточка. Морковочка. Самое главное, говорят, в празднике, это ожидание праздника. Это также кинза. Придадим ей целебные свойства. Так. Проросшая пшеничка есть. Мед. И даже добавим немножечко масла, виноградных косточек. Одну столовую ложечку, не больше. Все стало зеленым, все выключается. Ну, сначала надо попробовать. Очень важно сначала попробовать, что у нас получилось. Значит, там мед есть, кефир есть, проросшее зерно есть. Дальше ботва свеклы, дальше огурец, дальше морковь, дальше болгарский перец. И знаешь, ботву свеклы ты тут и не почувствуешь. Не почувствуешь. Кинза, мята, базилик, петрушка, укроп. Двенадцать ингредиентов минимум. Вот это, что у нас осталось, мы можем... В холодильнике. В холодильнике. И хранить в холодильнике. Не более суток. И поет всю семью. Ну, слушаем Таню. Женщины не всегда такие привередливые и их мнение очень много значит. Густовато. 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 Но вкусно. Выливаем все назад. Как это? Куда это? Подождите. И добавляем сейчас еще кефирчика и все это перемешиваем. Давайте йогурта добавим. Хорошо, у тебя голос изменит. Давайте йогурта добавим. Давайте. Добавляем еще йогурта, чтобы у нас все это... Могу и ряженки выдать. Выдать? Вот. Сейчас я думаю. Давай еще вяжем. Угу. По сладости не надо больше ничего. Хорошо, хорошо, хорошо. А эти меня не смущают. Вкусы этих базиликов. У-у-у. У меня несколько... Многовато, да? Я тебе сказал, что многовато. Ну, вот так. Я просто не привык к базилику. Ага. Итак, мы с вами добавили еще сюда йогурта, чтобы сделать... Ряженку. Ну, в общем, любая кисломолочка, которая оказалась в холодильнике. Чтобы пожиже сделать. Да, пожиже. Потому что капуста, она же дала, наверное, мякоть, правильно? Потом зерно дало мякоть, конечно. Опа. О, теперь то, что надо. Опа. Опа. Вам надо патентовать это. Я не знаю, как вы будете это продавать. Да, но вам это надо как-то патентовать. Опа. Угу. Угу, есть салфетки. Салфеточки. Салфеточки. Танюша первая пробует. Хорошо. Да. Теперь получилось то, что надо. Итак, здесь Таня считала 12 компонентов. Более того, несъедобная с общей принятой точки зрения ботва свёклы. И идёт за милую душу, и все свои полезные свойства, которые в ней имеются, всё это встраивается в наш родизм. Я расчувствовалась, меня переполняют эмоции. 26-е лунные сутки, второй день Икадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направят на своё созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть она обновит и очистит тело. А сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых, мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортить настроение. Что касается физической новороски, то она должна быть спокойная и приятная. Погуляйте с приятным для вас человеком. Пообщайтесь о возвышенные темы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!